сегодня у нас в гостях особенные люди сейчас у нас хоть и дождь но лето лето во владивостоке еще есть и море все это замечательно зачит сочетается многие люди приезжают на моря там плавают ныряют и вот как правильно именно нырять нам поможет сегодняшний наших гостей это александр акивис видеооператор фотограф федерации фридайвинга россии и инструктор федерации фридайвинга инструктор системы молчанов дергачев алексей начнем с вас вот каждый раз когда мы купаемся в море здесь в владивостоке еще в детстве там я дмитрий мы наверно тоже фридайверы добрый вечер да конечно вы фридайверы в общем все кто ныряют задержкой дыхания мы всех их относим фридайвером но правда бывают еще мнение такое что если человек отучился прошел специальные курсы обучения то тогда он точно сертифицированный фридайр у него есть документ подтверждающий и он выполняет особые сдает особый зачет сдает теорию и сдает нормативы но например один из нормативов погрузиться в воду снять маску и сплыть без маски на какую глубину будет зависеть от уровня подготовки но начиная 8 10 15 метров глубины но я помню что я в свое время в детстве опять же когда нырял всегда хотелось нырнуть поглубже что-то достать ракушку там морскую звезду поднять со дна набирал воздуха я в полные щеки полные легкие задерживал дыхание нырял пытаясь там до этих четырех метров достать и каждый раз выталкивала что я делал неправильно можете сказать или все правильно это так и нужно все таки вы загорели про базовый курс что надо какие-то пройти скажем тренировки но получается научиться в своем стремлении нырнуть вы были правы есть возможность потратить несколько лет и попытаться научиться самостоятельно кто-то там все детство всю юность тратит у кого-то эта мечта остается с детства вот и потом узнают о нас узнают о нашей системе обучения и получается так что базовый курс проходит в одном формате четыре дня бывает шесть дней и за эти четыре или шесть дней человек начинает нырять не вооруженным взглядом видно насколько человек прибавил обычно на начальном этапе все очень сильно прибавляют у нас есть уровне подготовки например первый уровень подготовки когда человек пройдет обучение он сдает норматив ныряния в глубину глубже 12 метров в принципе некоторые до 20 доныривают после шести дней обучения бывает и побольше а кто ваша публика вот кто те люди которые вдруг на определенном этапе решили себя посвятить именно этому виду спорта уже в большинстве случаев это взрослые люди от 30 и старше есть возраст 50 в плюс есть даже 60 плюс получается так что те кто наверно в детстве или в юности мечтал мечтал и вспомнил о том что вот не осуществилась эта мечта и вот александр показывает все время на себя что-то хочет сказать александр скажите про себя да скажите разу про себя мы с ним об этом не общались но он говорит прямо про меня то есть вот мой опыт фридайвинга как такового я первый курс прошел свой в 44 года 44 года вот до этого это было около фридайверская тема болтался в пруду с детства нырял обныривал все это всегда нырял в бассейне только под водой не поверху и было не интересно плавать вот и только вот сорок семь прошел базовый курс и вот я скажу свой пример то есть у меня всегда было вот желание там задержать дыхание надолго там т.д. и я пришел на базовый курс со своим личным результатом две минуты задержки дыхания не шевелясь и только после вот представьте себе после первой лекции с нашим инструктором оли луковой и лекция была о деконцентрации внимания расслабление фоновое там зрение прочее ага попробуйте все сейчас это применить мы не тренировать я сделал 437 с первого раза с первого раза то есть в больше чем в два раза я увеличил свою задержку дыхания а скажите такой вопрос вот когда идет погружение лежите это дисциплина такая понимаю лежите просто лицом в воде все остальное слышно прекрасно как вам говорят но такого не было в ванне где-то залег и жена там кричит александр александр а ты молчишь тишина слушай александр с тобой ничего там не случилось а ты лежишь расслабился в дзене в таком небольшом хороший вопрос да первое правило мы этого не практикуем одиночные погружения не практикуются то есть обязательно должен был партнер страхующий быть если это идет статическая задержка дыхания да это правило первое правило нырять с партнером нырять для того чтобы была страховка есть еще такой небольшой нюанс то есть или но в деталях на сказать а если делать задержку лежа там в ванне да то обязательно надо чтобы за вами кто-нибудь присматривал если вы будете в море нырять и двигаться на глубину 10 15 метров вы можете делать это самостоятельно вот есть много ребят самоучек да вот они не идут в бассейн ну как бы мы и так умеем нырять но там ныряют кто-то на 6 кто-то 1 там ну грубо от 6 до 12 метров ныряют и уже знают что есть фридайверы которые там гораздо глубже ныряют и знают какие-то секретные техники в общем техники то не секретные просто их надо как бы чтобы рассказали и показали но и когда приходят такие ребята то обычно за 6 дней не уже ныряют на глубину 20 25 метров бывает и до 30 метров добираются есть какое-то заблуждение о фридайвинге который вы могли бы сейчас развеять сказать вот это точно не так думают обыватели какие-нибудь ну первое что нужно очень активно подышать при перед нырком это у нас называется гипервентиляция вот 1 продышаться но иногда многие так делают когда просто пытаются дыхание побольше задержать почему-то действительно кажется что надо вот надышался надо дышать спокойно надо дышать спокойно шей спокойно вчера вы проводили как раз соревнования понимая вчера и позавчера у нас во владивостоке но расскажите кто уж тогда самый-самый самый-самый что это было каких дисциплинах значит в фридайвинге есть дисциплины открытой вода и есть бассейн. У нас в городе Владивостоке пока проходят соревнования в бассейне. Это третье соревнование, открытый чемпионат Владивостока. Приезжали из других городов, приглашены были, но пока немного. В этот раз участвовало 30 человек. Результаты подросли по сравнению с предыдущими годами. Например, статическая задержка дыхания среди мужчин уже был результат 6,33. Длина. Есть дисциплина, когда плывут в ластах. 150 метров. У вас здесь благодатная почва для того, чтобы расти чемпионов. Мне кажется, это прямо другого места. Трудно придумать. Несмотря на то, что вода холодная, есть способы комфортно чувствовать себя в воде. Вот я сейчас взял костюм 7 миллиметров, надеюсь, поныряю в ближайшее время у вас. Прямо у меня мечта была вырваться в ваш край, посмотреть, посмотреть море, нырнуть, поздороваться с ним. Ну, это прямо такое, да. Какие самые красивые места у нас в стране? Что-то такое было, когда прям занырнул и обомлел? Вот прям в хорошем смысле этого слова. Ну, прямо много. Я путешествовал не так много, но и тут такая... У меня немножко профиль. Я снимаю фридайеров. То есть так получилось, что я сам начал заниматься фридайвингом, видел восторженные лица людей от того, как они выходят после НРК. Мне хотелось это запечатлеть, оставить это в памяти, ну, в виде фотографий там каких-то. И так получилось, что я взял в руки фотокамеру и стал фотографировать фридайверов. На выходе после НРК, во время НРК, вот снимал видео, как они погружаются. Получается, понимаете, вот что мы видим? Александр и я вот... Люди мечтают, да, они приходят к своей мечте, получают этот НРК, и такие радостные, счастливые всплывают, получают вот эти результаты, ну, скромные, то есть они там не чемпионы. И вот это вот счастье на лице, это вот... Вот меня это привлекает сейчас. То есть я обучаю людей. Давайте я уточню. То есть ты ныряешь шесть минут без воды, потом выходишь, и у тебя счастливое лицо. Правильно я понимаю? Это так и есть, это так и есть. Это такое ощущение какого-то космоса совершенного. И ты в нем пребываешь. То есть, вот так представить, не каждый человек может быть в воде какое-то время, не испытывая волнения. А тут ты можешь в себе эти эмоции какие-то негативные побороть и убрать этот страх, и это абсолютный кайф, понимаете? Вот. И запечатлеть. Для меня нет красивее места, где я увидел в прозрачной гуще воды счастливого человека, который вот-вот в космосе находится, понимаете? Вот это самые красивые для меня места. Вот если об этом говорить. Куда повезете нашего гостя? Вы, наверное, все-таки больше знакомы с нашими красотами. Что бы порекомендовали? Может быть, и тем Владивостокцам, Приморцам, которые еще не все изведали в Приморском крае, куда надо обязательно сходить, поплавать, понырять, что-то посмотреть? Ну, самая главная достопримечательность – это морские животные у нас. То есть, получается, мы выйдем в море на катере, доберемся до ближайших островов, например, Верховского, и там мы будем нырять и искать котиков. Они чаще всего там есть, тюлени ларга. Значит, ну, как бы местные фридайверы уже к этому привыкли, не удивляются. Надо, чтобы компания была небольшая, там, 2-3 человека. Лучше вообще одному остаться, и они сами подплывают и проявляют интересы, начинают даже так вот немножко так зубками пощупывать, покусывать, что это тут такое, тут плавает. У нас в море шикарные виды, простор, зелень, цвет моря. То есть, вот это тоже впечатляет. Когда приезжают гости города, мы их привозим, например, на сопку, показываем, вот видите, острова, вот мы будем там нырять. Фридайвинг – это такая дисциплина на очень хорошее знание физиологии человека. Да. Я просто хотел в самом начале об этом сказать, что курс, он не для того, чтобы что-то научить, обучить, а чтобы человек понимал, что с ним происходит. И вот то, что вы говорите, там, идет на разного рода глубины, там, на 70, там, и прочее, он сразу на такие глубины не опускается. Это все проходится через опыт, понимание того, что происходит постепенно, постепенно, постепенно. Это очень важно. Ну и, во-первых, умение сразу не появляется. Всегда это навык, навык, наработка, наработка. Мы при погружении глубоководным оттачиваем навыки, которые мы в жизни обычно не используем. То есть работа с мягким нёбом, перекрываем, продувка, работа с пагом, и встахиваем трубы. Ну, все это такое, да, чтобы продувать уши. На камеру можете что-нибудь показать? Такой небольшой какой-нибудь элемент? У нас все-таки еще есть тут телевидение, может, радиослушатели не все услышат. Нет, это все внутренняя работа. Это внутренняя работа с пазухами. Ну вот, если бы был шарик там, да, который мы думали. Есть тренажеры, которые позволяют тренировать. Это такой воздушный шарик с небольшим пластмассовым держателем для рта. И с ним много упражнений. Если кому-то интересно, есть эти упражнения в интернете. Их, кстати, Алексеем можно преподать. Все рекомендуют продувать легкие, в смысле, в домашней обстановке. В домашней обстановке надувая шарики. Чем мне нравится фридайвинг, это то, что, когда мы полюбили вот это вот погружение, нас это тянет, фридайвинг подводит к тому, чтобы мы начали заботиться о своем здоровье и развивать себя, то есть физически совершенствоваться. Мы занимаемся развитием своих дыхательных мышц. Мы развиваемся, мы тренируем качество своей продувки. Мы учимся расслабляться. Мы развиваем свои физические качества. И благодаря тому, что мы этим занимаемся, и благодаря тому, что мы получаем это удовольствие, мы молодеем, становимся счастливее, продлеваем свою жизнь. Именно поэтому вы еще ныряете в прорубь зимой. Тоже видел такую картинку в Инстаграме. Расскажите, как к этому пришли, потому что там-то, наверное, холодновато. Да, получается, смотрите, на фоне пандемии, как это все получилось, вот у нас у всех была возможность, мы ездили в теплые страны, и там учились нырять, или там продолжали нырять, а тут нас немножко это прикрыли, да, охочется в море. При этом есть друзья-дайверы, которые уже под лед погружаются, и уже не один год назвали. Для меня это было, знаете, как будто я первый раз погружаюсь. То есть я вроде умею погружаться, но волнение, волнение, другая среда, вот. И опять же, это вот забытые ощущения первого нырка, они там опять всплыли. То есть это было здорово. И я такой, скажем, был нелюбитель зимы. Я так все время, если зима, бассейн у меня, бассейн, там автомобиль перебраться, вот. Вот. Первая зима, когда я пожалел, что закончила зима, я такой расстроился. Лед все мягкий, уже не поныряешь. Какие-то ограничения по здоровью для занятий фридайвингом есть? Если вы чувствуете себя здоровым, приходите, мы еще там побеседуем, у нас есть перечень, прочитали. Если вы не видите там знакомых болячек, вам можно. Если вы болеете, если вы состоите на учете у врача, по какой-то там, то лучше проконсультироваться у врача, узнать, можно ли вам заниматься фридайвингом. Ну тогда, наверное, Александр, к вам последний вопрос. Куда надо обязательно съездить, понырять? Посоветуйте. Вдруг отпуск будет у нас? Если вдруг будет отпуск, да. У нас МЕК фридайверов, это город Дахаб, Синай. Очень шикарное место, прозрачная вода, нет термоклина. То есть тут максимально легко нырнуть на комфорте. Если про зимний фридайвинг, я бы порекомендовал на Байкал съездить. Я был в этом году на Байкале, вот в рамках устанавливался подлёдный рекорд Гиннесса по погружению в глубину. У мужчин, это Алексей Молчанов, 80 метров нырнул, я был в группе, которая сопровождала его. И потом Ольга Маркина из Санкт-Петербурга, она нырнула 63 метра подлёд в глубину. Ну, вода на Байкале очень холодная. Она очень холодная, она очень прозрачная, прозрачный красивый лёд, это прямо впечатление. То есть, когда я там нырнул вниз, там, ну, не очень глубоко, потому что я был с водопаратом, посмотрел наверх. И всё это там через лёд просвечивал снег, там не снежная зима, лёд чистый, гладкий. И он сияет там всеми красками тропинки людей, которые шли к майне, там всё это видно. Это прямо впечатляет очень. Вот, причём в первое моё погружение, это было лет, наверное, 7 назад, под лёд на Белом море. Я купил тёплый гидрокостюм, запасы, носки, перчатки, всё тёплое. Думаю, отлично, ныряю, там, та-та-та-та. Нырнул, испытал вот этот вот ужас от холодной воды на лице. И вынырнул, сказал, слава богу, мне это никогда больше этот костюм не пригодится. А нет, сейчас я ныряю с удовольствием в подлёд, в холодную воду, тёплая вода, вообще вода – это стихия, которую я всем рекомендую испытать, это чувство пребывания. Ну, на этом мы, собственно, прощаемся. Всех желающих, заинтересовавшихся, призываем попробовать свои силы в этом. Ну, а если кто-то пойдёт и захочет стать профессионалом, Алексей Дергачёв, Александр Акивис, они вам в этом помогут обязательно. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.